Активы в виде недвижимости восстанавливают позиции на общем рынке инвестиций. Самарская область по итогам второго квартала года вошла в десятку российских регионов по количеству обращений в Росреестр. Эксперты связывают такое оживление снижением средней ипотечной ставки по льготной программе кредитования при покупке жилья в новостройках. Сейчас средняя ставка по ипотеке для договоров долевого участия в Самарской области составляет 5,76%. При этом ее постепенное снижение прямо пропорционально увеличению квадратуры жилья, которая в губернии вводится в эксплуатацию. Рост спроса подстегнул стоимость недвижимости, в особенности на первичном рынке. Дорожание квадратных метров к сентябрю составило до 16%. При этом предложения по Самаре больше не стало. Сейчас в Самаре доступно 53 новостройки от 34 застройщиков. При этом разбег цен начинается от 36 тысяч рублей за квадратный метр и доходит до 98 тысяч рублей. Да, действительно выборочный рост цен, но я думаю, что это застройщики в угоду ситуации пытаются каким-то образом дополнительно заработать. В первую очередь касается это жилья в центре города, где наблюдается явная нехватка предложения. И на фоне хорошего спроса, ну почему бы не поднять цены? На данный момент льготных ипотечников от общего числа процентов 80 примерно. То есть рост наблюдаем очень сильный. То есть изначально их было процентов 20, сейчас вот дошло до 80. Если считать, то есть ипотека падает, растет цена за метр, по факту выгода вы не увидите. Здесь если сравнивать обычную ипотеку на новостройку и вот эту льготную, то да, здесь разница примерно 1,5-2 процента. Это в месячном платеже порядка 2-3 тысяч. Эксперты считают, что инвестиции в недвижимость могут оставаться рентабельными. Главное выбрать объект, который вырастет в цене как минимум на 10 процентов за год. Такую доходность могут дать практически все новостройки у опорных городских объектов с удобным выездом в сторону центра. Снизить риски для вложения можно, выбирая квартиру в доме с продажами через эскроу-щита.